КОСИМО ЯП ГАМ-3 Книга третья Жертвуя пешкой Пролог «Для меня имеет значение только то, во что ты веришь», — сказал Аллан. «Взлом всё равно произошёл бы даже без моего участия, и плевать, что говорят остальные. Нашёлся бы другой козёл отпущение. Я просто оказался в нужном месте в неудачное время. Знаю, мои слова звучат странно, но не верь всему, что услышишь. Всё сложнее, чем кажется». Аллан начинал путаться в хитросплетении произошедших событий. Пришельцы вторглись на Землю, подключив планету к игре — многопользовательскому ролевому онлайн-симулятору, заменившему собой воины в реальном мире. Роботизированный флот держал под контролем границы виртуальной вселенной, так что, захватив город или какой-либо регион в игре, вы могли управлять им в реальности. Земля оказалась в центре конфликта между двумя конкурирующими фракциями — Хакслардами и Империей. Обе группы стремились расширить своё влияние. У землян было мало времени, неполных два года, чтобы подготовиться к ответным действиям. Империя получила преимущество на дипломатическом фронте после того, как несколько дней назад правительство Объединённого мира объявило Хакслардов врагами государства. «Но ты это сделал», — произнёс отец Аллана. «Ты взломал Уолл-стрит и спровоцировал крупнейший финансовый кризис современности. Можешь говорить, что всё это ложь, что тебя заставили, но это ты нажал на спусковой крючок. Похоже, мы с мамой плохо тебя воспитали. Ты не понимаешь». Аллан отвернулся от экрана. Он выполнял приказы Ледоволка, своего бывшего наставника, оказавшегося двойным агентом ПОМ. Ледоволк вместе с Китаной и группой других игроков сумел нанести сокрушительный удар по легиону людей, фракции, борющейся с правительством Объединённого мира. Аллану приказали присоединиться к ПОМ и заключить рабский контракт. Он отказался, и за это его убили в игровом мире. Сейчас Аллан находился в своих апартаментах на планете городе Кирсад, где располагались главные серверы игры. Землю и Кирсад разделяло множество световых лет. Рисковая затея — совершить межгалактический перелёт, чтобы избавиться от возможных проблем. Но Аллан решился на это. Он был предан игре душой и телом. Как его заверили в гильдии «Чёрная роза», а это были единственные верные союзники, которые у него остались, Кирсад вполне безопасен. Здание, где находилась квартира Аллана, принадлежала им. «Вы с мамой уже начали играть?» — спросил Аллан. «Ты получил капсулы, которые я заказал?» «Мы пытались, но игра не для нас. Осознание того, что всё вокруг симуляция, вызывает ощущение нереальности происходящего. Понимаешь?» «Не понимаю», — буркнул Аллан. «В итоге мы с мамой решили отправиться в путь на колониальном корабле вместе с нашими друзьями. Это будет настоящее приключение. Хотя, видит Бог, я слишком стар, даже чтобы путешествовать с одного континента на другой. Не говоря уже о галактических перелётах. Зато так нам удастся сбежать от вездесущих журналистов. Колониальный корабль? Как вас туда взяли? Мы сами вызвались. Похоже, они принимают всех желающих, даже родителей разыскиваемых террористов. Обещай, что будешь поступать правильно и позаботишься о собственной безопасности. Я наслушался угроз в твой адрес, чёрт возьми. Постараюсь, папа. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, сын. Что бы ты ни натворил. И помни, если у тебя возникнут какие-нибудь сомнения или проблемы, ты всегда можешь мне позвонить. До свидания». Вызов завершился. Аллан поднялся с кресла. Время, проведённое вне виртуального мира, казалось потраченным впустую. Бессмысленно. Игра давала ощущение реальности, которое Аллан никогда не мог постичь до конца. Его комната была обставлена по-спартански. Из мебели только простой деревянный стол, компьютерные консоли капсула из серого металла, устройство для подключения пользователя к игре. Капсула имела овальную форму и представляла собой нечто вроде флоат-камеры. Аллан забрался внутрь, погрузив себя в серебряную жидкость. Его сознание померкло. Глава первая. Насколько Аллан знал, существует три слоя реальности. Первый слой — это реальный мир. Второй — игра. Третий — киберпространство. Виртуальное измерение внутри виртуальной реальности. Подключившись к капсуле, вы сначала попадаете в безопасное место, которое находится в киберпространстве. Оно называется дом. Большинство игроков всячески украшают свои дома, но дом Аллана представлял собой почти пустое белое помещение. Аллан послал запрос ожидавшему администратору и заново вошел в игру. Он вылез из капсулы в логове фантома. Здесь повсюду были провода и микросхемы. Кипа исписанных бумаг валялась возле фабрики продвинутого 3D-принтера. Сам фантом, голубоглазый шатен, стоял возле дверей разнонаправленного лифта, расположенного в его апартаментах. Он был одет в лабораторный халат со свежими подпаленными на груди. Оружейник гильдии Мейсон тоже находился здесь. Неуклюжий великан, лысый и серокожий, он держал в руках боевую секиру. Мейсон передал фантому несколько маленьких металлических кубиков, платиновых меток, и тут заметил появление Аллана. Метки, в отличие от кредитов, основной игровой валюты, не выпадали после гибели персонажа и стоили вдвое дороже своего номинала, так как их можно было обменять на предметы и очки способностей у администраторов, смотрящих за порядком и соблюдением правил. Кроме того, администраторы стремились сохранить баланс игры. Правда, Аллан не совсем понимал, что это значит. «С возвращением, Аллан!» — улыбнулся фантом. «Мейсон думал, ты не вернешься». «Жаль, что не вернулась Китана!» — скривил губы Мейсон. «У нее был талант. Поторапливайся, совет ждет». Как нетрудно догадаться, главная башня, пристройка и различные сооружения наверху были основной частью базы. Однако существовало также множество подземных помещений, куда Аллан не имел доступа. Мейсон, Фантом и Аллан вошли в кабину. Лифт пополз вниз, под определенным углом. «Совет?» — удивился Аллан. «Совет гильдии собрался для того, чтобы подтвердить твой статус как моего оруженосца», — пояснил Фантом. «Не похоже, что они на тебя сердятся. Кажется, они настроены благожелательно», — проронил Лямбда. Он был одним из двух эскинов, обитавших в голове у Аллана, благодаря вживленному импланту. Фантом не доверял искусственному интеллекту, поэтому в его берлоге действовало поле, мешавшее обоим ИИ Аллана нормально функционировать. «Не стоит упоминать о проваленном квесте», — посоветовала Ева. «Второй эскин Аллана. Он лично ее программировал. По крайней мере, он так думал. Но, как выяснилось, большую часть ее кода предоставили администраторы в целях балансировки игры и ради усиления человеческой расы». «Мне казалось, я уже стал твоим оруженосцем», — опустил голову Аллан. «Нашлись те, кто поставил под сомнение твою преданность», — разглядывая потолок лифта, сказал Фантом. Аллан вытаращил на него глаза. «Задание для правительства объединенного мира было проверкой. Я взломал финансовую систему Земли, устроил массовые беспорядки. Теперь человечество меня ненавидит. И все это только из-за того, что ты хотел убедиться в моей преданности?» «Ты успешно прошел испытание», — произнес Фантом и добавил. «В отличие от некоторых». «Да какой ты мужик, если тебя не объявили в розыск как минимум в трех звездных системах», — осклабился Мэйсон. «Но», — начал Аллан. «Что «но»? Трудно понять, насколько кто-либо предан. Пока этот кто-то не предпримет каких-нибудь действий», — перебил его Фантом. «Даже если ты потерпел неудачу, это не ударит по нашей репутации. Мы просто скажем, что нам запретили вмешиваться, потому что администраторы проявляют заботу о новых социумах, недавно присоединившихся к игре. Регион людей пытается вернуть свои деньги после предательства Китаны», — сообщил Мэйсон. «Да, нам придется с этим разобраться, как и с твоим возможным товарищем по гильдии. Однако всему свое время», — ответил Фантом. «Сейчас нас ожидает совет». Двери лифта распахнулись. Длинный, плохо освещенный коридор, отделанный темным металлом, тонул в полумраке. Воспользовавшись бионическим глазом, имплантом, который усиливал зрение и позволял видеть часть электромагнитного спектра, Аллан разглядел дверной проем в 15 метрах от лифта. Аллан пошел по коридору, сопровождаемый Мэйсоном и Фантомом. Дверь терялась где-то вдали, но по мере приближения к ней, возле Аллана один за другим вспыхивали энергетические шары, излучающие золотистое сияние. За дверью находился командирский стол. Четверо сидели лицом к Аллану. Это были высокопоставленные особы. Глава гильдии Элисандра сидела посередине. Она выглядела юной и красивой в своих золотых одеждах. Справа от нее был Пустота. Безумный жрец. Юноша с черными глазами. Ходили слухи, что он оборотень. Аллан не знал, какую должность Пустота занимает в гильдии. По левую руку от Элисандра выседал адмирал Траг, командовавший флотом. Он был настолько худ, что Аллан мог видеть его кости, выпиравшие из-под облегающего космического мундира. На груди у адмирала красовался платиновый орден с розой. Слева от Трага сидел Энигма, интендант гильдии и видный ученый, непосредственный начальник Фантома. На нем был комплект улучшенной силовой брони, вернувшегося. А его лицо полностью скрывал шлем. Фантом и Мейсон заняли свои места за столом. Фантом рядом с Энигмой, Мейсон рядом с Пустотой. Аллан остался стоять. Он не знал, куда ему смотреть и, наконец, остановил свой взгляд на командирском столе. Это невзрачное на вид устройство обладало множеством функций. Например, на нем можно было просматривать голограммы. «Совет собрался здесь сегодня по просьбе Фантома, желающего назначить землянина Аллана своим оруженосцем», — произнесла Элисандра. «Объявляю заседание открытым». Аллан посмотрел на Фантома. «Еще одна проверка». «Необходимо принять решение», — сказала Элисандра. «Полный оружейник гильдии «Черная роза» должен быть одобрен советом единогласно. Это почетная и ответственная должность, которая станет трамплином для его продвижения во властных структурах гильдии». «Никто лучше меня не сможет определить, кем должен быть мой оруженосец и возможный будущий преемник», — заявил Фантом. И Аллан отвечает всем моим требованиям. «Как ты успел прийти к такому выводу?», — поинтересовалась Элисандра. «Ты ведь знаком с ним не больше недели. Я тщательным образом изучил его способности и умения. Также я предоставил совету полный отчет и присовокупил к нему видеоматериалы. Кажется, он не слишком искусен в бою. Его что, убил игрок ниже пятисотого уровня?» Мэйсон жестом развернул голографическое изображение над командирским столом. Аллан отметил, что на видео была его последняя смерть в игре, показанная от первого лица. Он находился в космическом лифте, а игрок под ником Мерлин ворвался в пространство и взорвал себя, уничтожив лифт. Когда Аллан установил бионический глазной имплант, Фантом сказал, что сможет видеть все, что видит Аллан, и будет наблюдать за его успехами на расстоянии. Похоже, это оказалось правдой. И не только это. Он был без оружия и магических предметов. Фантом свернул голограмму. «Многие здесь присутствующие совершенно беспомощны, когда безоружные лишены защиты. В таком случае он прежде всего не должен разгуливать без своей экипировки», — изрек Мэйсон. «Возможно. Но он собирается стать моим оруженосцем, а не вашим. Ему не понадобится убивать каждого, кто встанет у него на пути». Фантом откинулся на спинку кресла. «Кроме того, он получил боевой ранг А с возможностью улучшения до С+.» «Что?» — Александра наклонилась вперед, уставившись на Аллана. «Это правда? Но как? Какой способностью ты обладаешь?» «Стоп-стоп, Александра! У всех есть свои секреты», — сказал Фантом. «Ты же не думаешь, что он станет демонстрировать свои способности без компенсации?» «Это привилегия полноправного члена гильдии». «Прекрасно», — сказала Александра. «Пятьдесят платиновых меток за то, чтобы взглянуть на экран статусы его персонажа». «Не делай этого», — сказал Лямбда. «Они не должны знать, что я здесь. Как ты помнишь, я программа «Беглец» и скрываюсь от администраторов». «Возможно, они тебя не сдадут», — сказала Ева. «Пятьдесят меток нам пригодятся. К тому же, мы пока что не осведомлены о намерениях совета и не знаем, как они собираются использовать эту информацию». «Странно», — наконец подал голос пустота. «Мы сидим тут и обсуждаем будущее этого ребенка. Он должен что-нибудь сказать. Но ребенок молчит. Он слушает, ждет и наблюдает. Слышит ли он, что говорит совет, или прислушивается к голосам в своей голове? Служит ли он иному богу или богам? Ребенок не должен служить с нескольким хозяевом одновременно». Аллан посмотрел на Элисандру. «При всем моем уважении, я отклоняю ваше предложение». «Ну что ж, он предпочел иного бога. Самого себя. Думаю, его можно принять в гильдию», — проговорил пустота, опустив руки на колени и закрыв глаза. «Странный парень», — сказал Лямбда. «Как, черт возьми, он понял, что я здесь?» «Вернемся к делу. Такой ответ тебя устроит, Мэйсон, не так ли?» — спросил Фантом. «Да». Энигма, до сих пор молчавший, заговорил ровным и монотонным голосом. «Он дерзкий, слишком дерзкий. Его поступки говорят о безрассудстве. Сейчас не время рисковать. Нам нужен кто-то более уравновешенный, чтобы мы знали, чего от него ждать. Я не согласен. И скажу, что сейчас самое время рисковать по-крупному, с расчетом на серьезный выигрыш. Впрочем, это уже другой разговор», — сказал Фантом. «Взгляните вот на это». Появилась еще одна голограмма. Это видео Алан тоже узнал. Запись его визита в лабиринт Бездны. Подземелье, раскинувшееся под всей территории Кирсата. В пещере Алан убил предтечу, инопланетянина со сверхспособностями, по его же собственной просьбе. Была показана сцена, где Алан перерезал горло владыки Бездны, после чего видеоклип завершился. «Это был клинок из духовной стали? Он владеет таким клинком?» — поинтересовался Мэйсон. «Владею», — подтвердил Алан. «Он лежит в хранилище. Это доказывает, что все так называемые безрассудные поступки Аллана — ничто иное, как разумный риск». Фантом взглянул на Энигму. «Алан благоразумен, когда это необходимо. И у него есть оружие, которое способно нарушить баланс всей Солнечной системы». Энигма пожал плечами. «Вижу, твое мнение обоснованно. Не стану возражать. Но хочу предупредить. Иногда один храбрец, лучше двоих». «Там была контрольная точка?» — спросила Элисандра. «Что предтеча делал в лабиринте Бездны? Как Алан смог убить это существо?» «Это был квест Аллана, а не мой. Поэтому он должен рассказать нам подробности и обратиться к гильдии за помощью, если захочет», — ответил Фантом. «Его назначение моим оруженосцам не помешает этому». «Хорошо, я согласна», — сказала Элисандра. «Траг, что скажешь?» «Хм...» Траг уставился на Элисандру непонимающим взглядом. «Я вам уже говорил. Вы не указываете мне, как управлять флотом. А я не указываю вам, как управлять гильдией. Однако все это напомнило мне забавную историю о том, как пилот пытался научить фермера». «Этого достаточно», — подняла руку Элисандра. «Все согласны, что Аллан станет оруженосцем Фантома». Участники Совета дружно закивали. Каждый из них протянул руку и нажал кнопку на внутриигровом интерфейсе, который могли видеть только они. Перед Алланом появилась цепочка сообщений. «Задание Черная Роза выполнено. Смена звания. Теперь вы официально правая рука Фантома. Вам присвоено звание оруженосец Фантома. Репутация в гильдии повышена до уважаемой. Вам предоставляется возможность купить до 1% акций гильдии Черная Роза. Ориентировочная стоимость — 1,2 миллиарда кредитов. Исходя из общей стоимости гильдии Черная Роза — в 1,2 триллиона кредитов. Как член гильдии вы можете голосовать за важные решения согласно уставу гильдии. Пожалуйста, изучите устав, чтобы получить дополнительную информацию. Вы получили статус лейтенанта в гильдии Черная Роза. Расширенный доступ к архивам Черной Розы, столовой, симуляционной зоне, учебным комнатам и хранилищу оборудования. Теперь вы можете отдавать приказы и выдавать базовые квесты гильдии. Получено плюс 70 уровней. Плюс 70 очков способности за получение 70 уровней. «Я получил 70 уровней? Но я же ничего не сделал», — подумал Аллан, который был теперь 571 уровня. «Это как на выборах. Победивший кандидат сразу получает больше власти», — сказал Лямбда. «Игра видит, когда кто-то обретает могущество и вознаграждает за это соответствующим количеством опыта. Похоже, решение оставить с носом правительства объединенного мира было правильным». «Как-то слишком все просто», — ответил Аллан. «Фантому что-то нужно. Скоро узнаем, что именно». Ева, получив доступ к новым файлам в архивах гильдии Черная Роза, сканировала их с восторгом ребенка, очутившегося в кондитерской. «Ну, а теперь, может, обсудим нарушение безопасности?» — спросил Мэйсон. «Файлы загружены в импернет». «Это подождет», — сказала Энигма. «Я уже отчитался по этому вопросу». «Да, сейчас не время и не место», — согласилась Элисандра. «Все свободны». Фантом поднялся из-за стола. «Пойдем, Аллан, нам есть о чем поговорить». Аллан поплелся за Фантомом, возвращаясь в его берлогу. «Чтобы он не попросил, не обещай ничего, не посоветовавшись со мной», — предупредила Ева. «Делай, что считаешь нужным», — посоветовал Лямбда. «Заткнись, Лямбда. Вот как...» Ева отключилась. Они зашли на территорию Фантома. «Надеюсь, ты не станешь злоупотреблять своими новыми полномочиями», — произнес Фантом. Он уселся на верстак, предварительно протерев его. «Совет, по сути, поставил тебя на ступень выше, чем я предполагал. Впрочем, неважно. Это был всего лишь вопрос времени». «Что означает владеть частью гильдии?» — спросил Аллан. «Это значит, что ты можешь получить один процент от чистой прибыли гильдии в конце года. А также это повышает твои шансы на успешные денежные вложения в Черную Розу. Перепродать свою долю гильдии можно будет только с одобрения совета». «Совет продаст мне часть своей собственности». Фантом помотал головой. «Около 10% имущества принадлежит самой гильдии. При этом вся прибыль уходит на улучшение инфраструктуры и тому подобное. Твоя доля будет выкуплена оттуда. Можешь ознакомиться с уставом. Однако сейчас есть другие темы для обсуждения. Например, тот факт, что ты видел и, очевидно, записывал на видео все мои действия после того, как я установил твой имплант», — сказал Аллан. «Я ведь тебя предупредил, не правда ли? Я сам начал сомневаться в твоей искренности, когда, отчитываясь мне о лабиринте бездны, ты не упомянул, что стал обладателем кинжала из духовной стали. И это послужило причиной моего испытания и миссии на Земле». Аллан пододвинул стул и сел напротив фантома. «Нет, я бы в любом случае так поступил. Этот вопрос буквально висел в воздухе. Что для тебя важнее, гильдия или твоя родная планета? Мне по-прежнему не безразлична судьба Земли. Тот факт, что правительство объединенного мира теперь меня ненавидит, не означает, что я перестану помогать человечеству. Ты не должен. В конце концов, ты сделал правильный выбор, хотя я не совсем понял, что произошло между тобой, ледоволком и китаной. Эту комнату окутала какая-то субстанция, после чего связь оборвалась. Фантом слез с верстака и потрепал Аллана по голове. «Если хочешь стать моей правой рукой и готов разделить со мной ответственность за гильдию, нам придется доверять друг другу. Как сказал Мэйсон, у гильдии есть некоторые внутренние проблемы, поэтому мне нужны гарантии. Итак, тебе удалось вернуться, и у тебя еще осталось время, чтобы продолжить обучение в Академии. Успеешь войти в привычные русла, быть может доберешься до Вольты. Это один из вариантов. Но, я думаю, есть кое-что поинтереснее». «Что именно?» — спросил Аллан. «Ты спустишься в лабиринты бездны», заручившись поддержкой гильдии «Черная роза». Сам ведь слышал, Александра заинтригована. «Ты углубился в лабиринты дальше, чем многие другие. Заверши свой квест. Если поделишься с гильдией, гарантированно получишь 20% от вознаграждения, а может даже больше, если поможешь его выполнить». «Я подумаю об этом», — сказал Аллан. «Почему тебя вдруг заинтересовал мой прогресс в игре? Ты ведь мой официальный оруженосец. Уверен, нам с тобой предстоят великие дела. Но тебе нужны уровни, и как можно быстрее. Ходят слухи о грядущей большой войне. Возможно, она охватит весь игровой мир. Не пойму, почему ты вдруг разоткровенничался? Потому что я теперь в статусе старшего члена гильдии?» — Фантом помолчал, разглядывая Аллана. «Полагаю, ты не в курсе, что означает возможность получить боевой ранг С+. У большинства предтечь такой ранг с момента рождения. Я связался с Цербером, и он подтвердил твои выводы. По правде сказать, ты мог поделиться этой информацией с любой крупной гильдией, и они бы приняли тебя с распростертыми объятиями. Я не лгал, когда говорил, что испытывал тебя, и что ты отвечаешь всем моим требованиям. Ты нужен мне здесь, Аллан. Наступает время, когда многие в нашей гильдии должны будут пройти проверку на прочность. Мне нужен преданный человек. Мы станем партнерами». «Так кто же из вас вернувшийся?» — спросил Аллан, проверяя искренность фантома. «Я, Мэйсон и пустота. Хотя почти каждый имел дело, по крайней мере, с несколькими вернувшимися. Лишь немногие знают, кем на самом деле являются члены гильдии». «А как же Энигма?» — Фантом улыбнулся. «Энигма особенный. Он принадлежит мне». «Принадлежит?» — не понял Аллан. «Это мой усовершенствованный боевой андроид, 2500 уровня, имеющий ранг А, граничащий с рангом С. Он бот?» — Аллан нахмурился. «Но ты же ненавидишь эскины?» «Я ненавижу умные эскины, которые способны учиться и развиваться. Им нельзя доверять, потому что однажды они обязательно выйдут из-под контроля». Но я отвлекся. «Энигма глуп. В том смысле, что выдает только тщательно запрограммированные ответы, следуя моим указаниям и полностью мне подчиняясь. Иногда роль Энигмы играет пустота, или его место занимает специальная голограмма». Продолжал Фантом. «Этот важный секрет я скрываю даже от Элисандры. Никому его не рассказывай. Естественно, это означает, что все обязанности Энигмы ложатся на меня, а значит и на тебя. Деньги, что нам платят, назначения, разработка новых технологий, поставки оружия и доспехов, раздел добычи, информационные сети и контакты — все это входит в нашу компетенцию. Игра не препятствует тому, чтобы в Совете сидел андроид, не способный самостоятельно думать. Согласно уставу гильдии, эскин может быть назначен в Совет, если все остальные с этим согласны», — ответил Фантом. Аллен глубоко вздохнул. «А что за нарушение безопасности там произошло?» «Это не твоя забота. Пока что я дам несколько сложных вычислительных задач твоим эскинам, а твои собственные полномочия со временем будут расширены», — сказал Фантом. «Приближается война. Когда начнутся военные действия, возникнет необходимость в солдатах. Придется задействовать гильдии наемников. Каждая боевая единица будет на счету. А лучших бойцов, чем самые разыскиваемые преступники во Вселенной, нам не найти». Субтитры создавал DimaTorzok